17-й Томази, 5-й Асунтс, Малкали, уже сама игра, сами понимают. Пас назад, нет, Батистуте бить. Канделя вводит мяч в игру из-за боковой. Борьба Батистута, хоккейный прием. Это Хельвеги его поймал на бедро и уложил на газон. И штрафной еще один. Залетело дружно, ставя блок, как в волейболе, того, чтобы порезвиться и выскочить. Заранее уже предугадал. Вполне приемлемо это. Не сделал это, потому что выжимал позиционно, якобы. И вот удар поворотом, правда низом. Удар поворотом надо полагать. Там Монтелло был, Ди Франческо и остальные запасные игроки. Они мелькнули, я не успел это рассмотреть. Ну там Санетти. Точно. Батистута. Да, и других футболистов. Гасун Сао часто поиспользовал этот приемлем. Если не произойдет что-то такого. Каладзе, Джунти. Батистута придержал игрока. Атакующий создал эту проблему в Селье Каладзе. Очень хорошо работал на отскоке. И вот перехватил мяч. Тотти, Тотти отбрасывает. Это Тотти. Навес. Батистута удар. Момент. Голевой момент. Первый в этом матче у Батистуты. Вот навес. Конечно, Капелло не угадал с составом. Он верит на протяжении всего сезона. Прежде всего, в дуэт Дельвекио-Батистута. Ему нравится больше Дельвекио. Тотти. Ювентус-Перуджи 1-0 по-прежнему. Удар поворотом. И мяч улетает за пределы поля. Так, на удачу бил Батистута прямо в стенку. А вдруг номер пройдет. Мог пройти. Я хотел промолчать. Но иногда вот такие вот вещи. Удар поворотом. Ой-ой-ой. Такой удар Батистуты. Ай, достал Россию. Вы видели? Чуть-чуть помягче. И вот удар Батистуты. Отчаянно. Перепрыгнул через голкипера. И еще... Упал. Не добил. Батистутов. Это и говне игры. А, вот среднюю линию. Штрафной. Ну, я говорил, что нельзя фалить. Ни в коем случае. Фалить нельзя. Вести борьбу по правилам. Если ты же жаждешь выиграть во что бы то ни стало. Имея численное преимущество. 10 против 9-й. От всей души желаю, желаю результат и издержки вот этой неистовой.